Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами поговорим о первой чемпионке мира по шахматам среди женщин Вере Менчик. Эта шахматистка родилась в России в семье чеха и англичанки. Уже в детском возрасте Вера Менчик вместе с семьей переехала в Англию, где она становилась чемпионкой этой страны. А в 1927 году стала чемпионкой мира среди женщин, выиграв очередной международный турнир по шахматам, который был как раз официально провозглашен первым чемпионатом мира по шахматам среди женщин. Впоследствии Вера Менчик неоднократно в матчах защищала свое звание сильнейшей шахматистки в мире. А в 1944 году, летом, случилось так, что от налета немецкой авиации, от попадания немецкой ракеты V1, как раз и погибла эта выдающаяся шахматистка. Но так или иначе, имя Вера Менчик навсегда вписано в историю шахмат. Она была первой шахматисткой, которая на равных могла сражаться с сильнейшими шахматистами-мужчинами. Вот интересно, что она, играя в одном из международных турниров, фактически в первом своем международном турнире в Карлсбаде, сумела победить очень многих сильных шахматистов. И именно там австрийский мастер Альберт Беккер учредил неофициальный клуб Вера Менчик. До начала этого турнира он заявил в шутку, что все шахматисты, которые проиграют Вера Менчик, могут быть включены в этот клуб. Ну, что интересно, сам Альберт Беккер одним из первых вошел в этот клуб, проиграв Вера Менчик. Но впоследствии в него вошли такие известные шахматисты, как Фридрик Земеш, Эдгар Колли, Макс Эйвэ, Жак Мизис, Сэмюэль Ришевский и многие другие. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых замечательных партий Веры Менчик. Эта партия была сыграна в рамках чемпионского матча. Менчик против немецко-американской шахматистки Сони Граф Стивенсон. Партия состоялась в 1937 году. В этом поединке Вера Менчик играла белыми и начала игру ходом С2-С4. Далее последовало Е6, КЦ3, Д5, Д4 и КФ6. КФ3, КБД7, Е3, С6. Черные разыграли славянскую защиту и после хода слон Д3 отказались от довольно популярного тогда миранского варианта ДС, слон БЦ4, Б5. Вот этот как раз вариант начинается такими ходами. Ну, Соня Граф Стивенсон сыграла слон Е7. Далее последовали рокировки и Вера Менчик сыграла Е4. Происходят размены на этом центральном поле. КФ6 нападаем на слона, слон отходит, С5 и здесь следует ход ДС. Ну и здесь черные не меняют ферзей, отскакивают своей сильнейшей фигурой на поле А5. Слон Е3, защищая пешку, но все-таки здесь еще в бою черный слон. Слон Д2, нападаем на ферзя, ферзь отошел и слон С3. Очень удобно чемпионка мира расположила своих слонов, оба они посматривают на королевский фланг. Слон Е7, играют черные, ферзь Е2, Б6 и здесь следует ход КГ5. Очень агрессивная игра, в этой ситуации черный играет Ж6, перекрывая диагональ Б1, Х7 и далее следует ход ферзь Ф3. Ладья на А8 сейчас в опасности, черный играет слон Б7, ферзь Х3. Буквально все фигуры, кроме ладей, перебрались на королевский фланг и смотрят на черного короля. Х5, ладья АД1 и в этой напряженной ситуации черные спокойно могли побить пешку на С4 и на ладья Д4 сыграть ферзь Б5, тревожа коня. Ферзь Ж3 у белых по-прежнему оставался перевес, но сразу решающих продолжений не видно. Но в партии после 20-го хода белых, черные допустили решающую ошибку, пошли КГ4, но идея этого в том, чтобы напасть слоном на коня и Вера Менщик красиво сыграла ладья Д7. Нокаутирующий удар, да, действительно в этой ситуации можно было попробовать пожертвовать ферзя на Х5, эта идея лежит на поверхности. В случае взятия следует мат слон на Х7, но штука в том, что у черных есть контруда, ферзь бьет Х2, ферзь Х2, конь Х2, конь бьет Х7, ну в этой позиции у белых перевес, но победы еще пока нет. А вот именно после хода ладья Д7, черные моментально сдались, потому что здесь просто отвлекается ферзь от поля Х2. Если забрать как раз на Д7, то следует ферзь Х5, ну и здесь угрожает мат ферзем на Х7, ну а в случае взятия сильнейшей фигуры следует слон Х7. Вот такой очень красивый мат. Поэтому в этой партии продлилась всего 21 ход и очень так красиво Вера Менчик сумела выиграть у своей конкурентки. Надеюсь, что данный короткий поединок вам понравился, вы немножечко больше узнали о женских шахматах первой половины 20-го столетия, ну и о первой чемпионке мира Вере Менчик. Спасибо большое за ваше внимание, до свидания.